Приветствую вас и давайте немного разберемся в том, как совершается предательство и, соответственно, в какой ипостасии, как выглядит человек, который вас предал. Начнем, пожалуй, с того, что скажем насчет предатель никогда не является тем, кем вы его считаете, то есть предательство само по себе означает, что тот, кто предал, действует исходя из своих интересов. Тот, кого предали, считает предателя другим человеком, считает, что тот исходил из интересов его, кого предали, и сам живет так в расчете на то, чтобы жить ради предателя. И обида и злость в данном случае происходят от того, что человек не может понять, как так. Я жил, я для этого человека делал все, а он меня предал. В действительности предательство есть субъективное переживание, то есть это ваше восприятие, особенно с вашего восприятия. И нужно понимать, что другой человек делал то, что он считал лучшим для себя. Если он делал то, что считал лучшим для себя, то это означает, что свои интересы он ставит выше ваших. А если человек ставит интересы свои выше ваших, это означает, что он вас не любит. Потому что при любви, при наличии любви, человек ставит на первое место интересы того, кого он любит. В результате мы имеем такую картину, что вы человека любите, и вы для него делали все, что могли. И его интересы были для вас важнее ваших. А он позволял вам себя любить, и его интересы были для него важнее ваших. И вот в этом вся разница. В этом разница ваших отношений друг к другу. И благодаря этой разнице стало возможным его предательство. Но предательством это выглядит только в ваших глазах. Потому что вы же считали, что раз вы любите мужчину, то и он вас любит. Вы же считали, что раз интересы мужчины для вас важнее всего, то и ваши интересы для него тоже важнее всего. Вы так считали, потому что вы любите. А он так не считал. Потому что у него чувства к вам. Таких никогда не было. И потому его поведение для него выглядит совершенно нормально. Его поведение для него самого – это нормальная такая естественная защита своих интересов. И поэтому, чтобы отпустить человека, начинать, по крайней мере, отпускать, нужно понять, что вы все это время, которое были с ним, мы были не с реальным человеком, а с тем образом, который себе придумали. Который сами себе нарисовали. Конечно, этот образ отталкивался от реального прототипа. Он имел реальный образец. Этот человек. Но то, как вы его себе построили в своем воображении, как вы его представили, несколько отличалось от реального мира. И вам важно понять, что вы жили с тем человеком, которого вы себе представляли, а предал вас человек реальный. Это означает, что того человека, с которым вы жили, которого вы любили, его не существует. Потому что он – плод вашего воображения. Но есть реальный человек, который вас предал. И это не тот человек, которого вы любили. Дело в том, что при такой ситуации, люди находятся вместе до тех пор, пока тот, чьи собственные интересы дороже интересам другого человека, считает, что первые соответствуют старым. Вот пока они созвучны. Как только они созвучны быть перестали, человек тут же, тут же идет своим собственным путем. И он в этом, по сути дела, не виноват. У него такая изначальная была установка. Просто он, возможно, этого не осознавал сам. Но если предательство стало для него возможным, это означает только одно – он не тот, кем вы его считали. В этом не виноваты и вы сами. Потому что для вас было так не все очевидно до того, как произошло предательство. И вы были уверены в том, что вы живете с реальным человеком. Не нужно думать, что вы сделали что-то не так. Вы правильно все поступили. Просто никогда нельзя предугадать, какие интересы у человека, как он относится к вам. Он может этого и сам не осознавать. Но в любом случае обижаетесь и злитесь вы на того, кого придумает себе сам, на того, кого нет. А в реальности есть другой человек, которого не очень-то волнует ваша злость и обидь. И вот понимание того факта, что вы по сути дела злитесь на того, кого не существует. То есть ваши негативные моменты, ваши негативные направления, ваши негативные мысли направлены на ваш же собственный образ. И дадут вам понимание того, что вы по сути, говоря, вы обижаетесь злитесь на саму себя. Что вы подволили себе, этому человеку, втереться к вам доверие, да, и обмануть вас. Но и на себя злится тоже не нужно. Потому что, еще раз говорю, вы не могли этого знать. Ну а дальше, дальше все идет постепенно. Вы с этим человеком жить привыкли? Привыкли. Значит, сознание адаптировалось к проживанию с ним, к быту с ним. Теперь нужно адаптировать сознание к новым условиям жизни. Как? Исключительно через новую деятельность, через новые впечатления, через новые эмоции, через остальное. Человеческое сознание устроено так, что может удержать в себе определенное количество элементов. Если новыми впечатлениями вы будете вытеснять старые, то со временем они уйдут. Они уйдут и останутся лишь только, уйдет все надуманные, останутся только истины. И это истинное будет гораздо яснее и понятнее вам, чем то, что происходит сейчас. И истинное и понятное скорее всего будет заключаться в том, что вы остались одна, что вы боитесь дальнейшей жизни. Здесь вам помогут только друзья, здесь вам помогут увлечения, здесь вам поможет нахождение в компании, общение с другими мужчинами, которые показывают вам, что не все такие предатели. Есть среди них хорошие, ответственные, добросовестные, благородные и так далее. Но на это надо, чтобы это принять нужно время. Поэтому не сбежите, постарайтесь обдумать то, что я вам сказал. И если какие-то вопросы будут обращать в суличку, вам с радостью помогу. Пока желаю вам всего доброго. Если вам мой ответ понравился, то сделайте его лучше. Пожалуйста, буду. Буду вам благодарен.